Всем привет, недалеко как вчера я вам рассказывал про грифферов, которые с ума нет ничего не подозревающих бедолаг на вершину горы, чтобы те разбились насмерть. До этого я вам рассказывал про банковских персонажей, которых убивали путем получения курсы из СФК, чтобы потом спавнивающийся дух напал на рядом стоящих лоу левелов. Страшно же, да, казалось бы Близзард создавая хардкорные сервера все эти моменты должны были предусмотреть, дабы игроки умершие нестандартной смертью потом не жаловались. Но, как бы там ни было, кроме того, что нам уже известно, в WoW Classic еще существуют лазейки, через которые грифферы будут пытаться испортить вам игровой опыт, пытаясь убить вашего персонажа и провалить ваш челлендж. Сегодня хардкорным игрокам я подарю еще одну фобию, вдобавок к существующим. Чего им стоит опасаться еще, кроме вышесказанного? Как они могут попасть в ловушку и умереть даже от игрока своей собственной фракции? Ну, для начала рекомендация для тех, кто не боится злых грифферов и хочет залететь на официальный хардкор сервера WoW Classic, но не знает, как оплатить подписку. Поможет elfmania.net. Более 13 лет на рынке, только опытные и проверенные исполнители, лучшие качества и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% в промокод VANILA10. Ссылка в описании. Итак, кроме обычных квестовых мобов, во множестве раскиданных по карте Азерота, нам время от времени попадаются рарники, которые, в принципе, по механике не сильно отличаются от похожего им типом монстров, но у некоторых есть очень опасные уникальные способности. Так, например, я однажды чуть не сдох от формена грилса, обитающего на северной нефтяной вышке в Баренсе, у которого по факту оказалась просто нереально высокая сила атаки. Несмотря на то, что хп рарника было не выше, чем у мобов равного уровня, плюхи он отвешивал по 170-200 урона. Для игрока 19 уровня это много. На видео вы видите, как один бедный варлок пытается его убить снова и снова, но тот сбривает лока всего за несколько секунд. Ну да, на видео лок 15 уровня, но, уверяю вас, по 19 он заряжает также больно. С тех пор, играя на хардкоре, я эту башню обхожу стороной. А если все-таки оказываюсь рядом, внимательно смотрю, нет ли поблизости этого челика в каске. Но существуют рарники куда опаснее этого нефтяника. Как, например, вот эта разбойница из Арати с забавным ником Синья, что переводится как певица или артистка. Синья обитает на северо-западных фермах, оккупированных бандитами синдиката. Это не элитка, хп у нее чуть больше 1000, да и ДПС так себе. Что же в ней может быть такого? Все не так просто. Если доведется сражаться с ней в пати, один из участников вашей группы может получить контроль над разумом и нападет на свою же группу. То есть станет враждебен даже для своей фракции. Попав в контроль, может случиться даже так, что певица заведет вас к себе в логово. Это опасно тем, что внутри небольшого сарайчика синяя практически неуязвима. Для того, чтобы ее убить, надо разбойницу выманить наружу. Но некоторые игроки этого не знают и, к примеру, заметив внутри сарайчика сундук, заходят внутрь и пытаются сражаться с ней внутри. Разумеется, это бесполезно. Любопытная механика, согласитесь. На обычных серверах не вызывает каких-либо опасений, но на хардкорных ее способность приобретает новый смысл. Факт в том, что игроков, оказавшихся рядом и ничего не подозревающих, взять в контроль она может даже через стеночку. Чем решили воспользоваться гриферы. Недавно на реддит я прочитал любопытный пост. Хант Дворф, играющий рядом с местом обитания синие, неожиданно получил контроль и, как он сам пишет, напал на своего пета. В это же время стоявший рядом другой охотник, эльф, как будто ждал этого. Как только Дворф получил контроль, эльф его тут же расстрелял. Контроль длился секунд 15, но этого хватило для того, чтобы продамажить не особо хорошо одетого 32-го игрока. Дворф обиделся и написал, что вот раз в игре есть вот такие штуки, мешающие ему играть, что он вообще дальше продолжать не будет. Какая-то странная позиция, ребят. Я если честно, до того как вышли хардкорные серверы от Близзард, наоборот предполагал, что таких ловушек будет побольше. Ну что там разрабы добавят какие-то дополнительные патрули, нестандартных NPC, о которых игроки будут не знать, на вроде тех же ансинов из Даркшира. Чтобы прокачка на хардкоре была более опасной и динамичной. Ну, игроки же пришли за хардкором, правильно? Близзы как вы поняли ничего нового не добавили, но, в то же время не стали убирать и старые приблуды. Проблема этого ханда была в том, что он первый раз столкнулся с этим NPC и попал в ее ловушку. Понимаю его обиду, его план был прокачаться до 60-го, используя самые безопасные способы, квестики, гринд, может быть он даже не сходил ни в один инст, скорее всего и класс выбрал такой, чтобы иметь возможность делать фд при опасной ситуации. А тут нарвался на моба с нестандартными способностями и весь его план пошел коту под хвост. И более того, наличие грифферов на сервере, я так понял, тоже в его план не входил. Забавный факт, что вот челик, который выложил запись расстрела дворфа, сам надеялся хайпануть. Ну вот как Шпиц например, запись того, как они суммунили народ под гору, облетела уже весь интернет. Но в случае с гриффером на эльфе, хайпануть не получилось. Пост, выложенный им на реддит, народ захейтил в хлам. Более того, обещали коллективно его отрепортить за гриффинг. Ну, после такого наезда, хант эльф очканул и свою запись удалил. Правда поздновато. Один добрый человек сумел запись сохранить и благодаря ему мы можем наблюдать, как это работает от первого лица. Как бы там ни было, я вам ребята рекомендую, делая квестики в варате, быть очень осторожным в этом месте. И при случае проверять, стоит ли синяя на своем месте или ее уже убили. А если не убили, посмотрите, не стоит ли какой-нибудь подозрительный хант поблизости. И Куоса так на вас поглядывает. Честно, даже в случае с этим хантом, я не думаю, что его могут наказать, потому что, ну а че он такого сделал. Он не юзает каких то эксплойтов, не обузит неизвестной механики, просто стоит и ждет, когда кто нибудь попадет в контроль и его убивает. Единственное, что перед киллом пишет что то такое рпшное, типа не стоило тебе лезть за этим сундуком. Но, вы можете высказать свое мнение в комментариях, считаете ли вы убийство этого дворфа за гриффинг, или ему просто не повезло. И считаете ли вы правильным, что надо подобных NPC вырезать из игры, чтобы игроки могли абсолютно безопасно качаться на хардкорном сервере. Подписывайтесь на канал, чтобы дальше узнавать интересные события из мира WoW Classic. Буду благодарен за лайк под видео. Удачи.